Здравствуйте, меня зовут Ким Виктория, я работаю в лучшей из лучших клиник университетской больницы Аджу. Работаю я тут уже почти 11 лет. Наверное, в больнице все знают, кто такая Ким Виктория, потому что имя длинное, поэтому почти все сотрудники знают, кто это. Больница для меня почти как родной дом. Конечно, нет, наверное, пациентов, которых бы я не запомнила, но особенно в памяти отпечаталась одна семья. Женщина из Казахстана, ей несколько лет назад поставили диагноз рак молочной железы. Она, получается, прооперировалась, прошла все необходимое лечение и жила обычной жизнью. Но в какой-то момент у нее появились головные боли, и она обратилась в больницу. Ей поставили, то есть ей врач сказал, что по результатам МРТ головного мозга у нее метастазы в головном мозг. Они, конечно, испугались, стали обходить другие клиники, но врачи разошлись во мнение, к сожалению. Кто-то говорил, что это метастазы, кто-то говорил, что там ничего нет, кто-то просто разводил руками. Поэтому они срочно стали узнавать больницы в Корее и как-то вышли на меня. Мы быстро записали к врачу, они приехали, привезя даже свои снимки. Врач, посмотрев на снимки, сказал им, у вас ничего нет, вам даже обследование не нужно делать. Но они, конечно, были напуганы врачами из Казахстана и решили все-таки попробовать сделать обследование на корейском оборудовании, на другом оборудовании. Сделали обследование и врач им говорит, я же вам говорю, что у вас ничего нету, то есть все нормально, вы можете ехать домой. Они, конечно, обрадовались, стали звонить домой, что скоро приедут домой, что все хорошо. Она так плакала от счастья. И к тому времени, на тот момент как раз прошло уже определенное количество времени и подошел момент, когда нужно делать обследование после рака молочной железы. И они решили, так как уже приехали сюда, провериться у нас. На одном из обследований у нее заметили отклонение в легких и врач рекомендовал сделать ей ПЭТ-КТ. Сделав ПЭТ-КТ, случайно, абсолютно случайно обнаружили абсолютно отличный от рака молочной железы рак легких. К счастью, они сразу взяли себя в руки и прооперировались. Оказалось, что у нее совсем ранняя стадия рака. Они прооперировались, даже не понадобилось никакого дополнительного лечения. Они уехали и с тех пор ежегодно приезжают на обследование. Привозили уже членов своих семьи. То есть прооперировали и внучку уже, и мужа и так далее. Я очень рада за них. Конечно, работа координатора очень сложная. Особенно, когда пациенты тяжелобольные приезжают с надеждой на то, что их диагнозы страшные не подтвердятся, что врачи скажут, что они здоровы. Но приехав в Корею, когда их подтверждается тяжелая диагноз, очень сложно объяснять плохие результаты пациентов и так далее. Но с другой стороны, очень много случаев было, когда я действительно чувствовала радость за пациентов и чувствовала, что действительно координатор Международного центра – это мое призвание, что это благодарная работа. Очень приятно, когда пациенты слышат от врачей хорошие новости, хорошие результаты. Допустим, что получают здесь оптимальное лечение и уезжают домой радостными. Да, конечно, пациенты приезжают. Я помню, почти всех пациентов мы очень хорошо поддерживаем связь даже после отъезда, то есть после окончания лечения и так далее. Многие пациенты приезжают, уезжают просто окончив лечение. Кто-то приезжает ежегодно на обследование, кто-то, допустим, на дальнейшее лечение и так далее. Поэтому мы общаемся по месседжу, через имейл, часто поздравляем друг друга с какими-то праздниками, переживаем друг за другом, молимся. Поэтому пациенты все для меня как семья. Очень приятно было, что сегодня международная организация GIMA подготовила такое время, что мы могли пообщаться. Если вас будут интересовать какие-то вопросы о больницах Киенг-Ги, не обязательно в Сеул ехать, вы можете приезжать в Киенг-Ги-До. Здесь очень много достопримечательностей и много больниц очень квалифицированных. Если вас будет интересовать информация о больницах, о провинции Киенг-Ги, обращайтесь, пожалуйста, к Джиме. Они с радостью ответят на ваши вопросы. Если вас будет интересовать информация именно о больнице Аджу, обращайтесь, я с радостью отвечу вам. Спасибо за внимание.